Набережная парка Победы полностью закрыта различными торговыми точками. Вместо морского воздуха запах жареного сала и горелого масла, в котором готовятся чебуреки. По санитарным нормам пешеходная зона пляжа должна составлять 95%. В парке Победы такого нет. На расстоянии 5 метров от друг друга находятся шашлычные, которые дымят, коптят и являются опасными для прохождения тех людей, которые здесь находятся. Вот, пожалуйста, проходят прямо в непосредственной близости. Это ожоги, это брызги, это любые стрессовые ситуации, особенно для детей. Отвечает за это обилие пляжных торговых точек коммунальное предприятие благоустройство. По словам представителя Гагаринской СЭС, предприятию неоднократно выписывали штрафы и предписания. Но все остается как есть, даже несмотря на то, что с работы уволен его директор Анатолий Неевин. Оставшийся работать заместитель Анатолий Бородатов в телефонном интервью пообещал только убрать с дороги столики. Прошу, что досталось работать 20 дней и что-то ломать, выгонять. Новое руководство придет в понедельник, не актив, который вы высказали, да и высказали другие. Он будет учтен и не будет повторен следующего. Там есть еще торговые точки, которые выставлены в стационарные. Они самостоятельно расправляют выносные столики. Значит, они будут предупреждены, я думаю, что мы руководством и столики мы заставим убрать. Кормят отдыхающих тем, что приводит в ужас любого санврача. По восточным сладостям, выложенным на столиках, ползают мухи и осы. А от пляжной шаурмы, как известно, ежегодно получает отравление сотни человек. Вот должно висеть разрешение на продажу мяса в летнюю жару, сейчас больше 30 градусов на улице. Есть. А можно его посмотреть? Ну вот я как потребитель, допустим, да, вот пришла бы я без бейджика, без ничего. Я же должна узнать, не отравлюсь ли я у вас, правильно? По мнению представителя Гагаринской санэпидемстанции, пляж Парка Победы уже побил все достижения печально известной Омеги. Елена Анисимова, Александр Листопад, Севенфорумбюро.